Ну и по всей России открылись ёлочные базары. Работать они будут до 31 декабря включительно. Так что без новогоднего дерева те, кто хотят его купить, точно не останутся. Ассортимент широкий. Любой вкус, размер и кошелёк. В чём убедилась наш корреспондент Маргарита Шила. Прекрасная ель, да? Это тяжёлая. Такая капля очень большая. Семилетний Вова к вопросу выбора ёлки подходит практично и точно знает, чего хочет. Нужна та, что не осыплется, чтобы не доставить маме хлопот с уборкой. И обязательно с длинными иголками, чтобы ёлочная игрушка, которую он сделал сам, смотрелась по-новогоднему нарядно. Мы с семьёй всегда стараемся с самых первых дней успеть взять самую красивую ёлочку и самую замечательную. Пока её не купили. Да, пока не раскупили все ёлки. Выбор всегда больше и лучше. Здесь каждый найдёт дерево по душе русской ель и сосна для тех, кто хочет насладиться праздничным ароматом. Или ель датская, с идеальными пропорциями, пушистые кроны и иголками, о которые точно не поранятся. Правда, колется цена. Русская ёлка стоит от 1000 рублей за метр, а датская ёлка стоит 5000 рублей за штуку, от 5000, в зависимости от размера. Ёлочные базары открылись по всей стране. В Краснодаре плюс 10 и нет снега. Зимой даже не пахнет, зато пахнет ёлками. А продаёт их сам Дед Мороз. Вот вам и новогоднее настроение. Нравится? Нравится тебе ёлочка? Это твоя ёлочка. Это твоя ёлочка. Это твоя ёлочка. Забираем? Бери. Настроение праздника, конечно, с нашей погодой не очень, но я думаю, с появлением украшенной ёлки и столько много ёлок по городу как-то поднимается. Чем ближе Новый год, тем праздничней. В Красноярске не встретить привычных сосен. Вместо них, словно выточены на токарном станке ели и внушительных размеров пихты. Высота каждой не меньше пяти метров. Для тех, кто всё время занят, но очень хочет приблизить праздник, даже предлагают доставку. Но чтобы не купить кота в мешке, говорят, лучше всё же выбирать самому. В этом году ёлки намного лучше, чем в прошлом. Не очень они такого хорошего качества были. Постоянно ломались ветки. А сейчас прям вот мимо проходили, увидели и влюбились сразу. Высота новогоднего дерева и его пышности колючей сделала вкуса. Главное, чтобы простояла как можно дольше. Лесничьи говорят, что у здоровой ёлки иголки немножко маслянистые, а ветки эластичные и упругие. И не ломаются, если их согнуть. Такая точно не осыплется до боя курантов. Новогодние деревья, как правило, выращивают в специальных питомниках. Лес рубают те, что летом и так пошли бы под топор. В Хабаровском крае ёлки сначала рубят, а потом отогревают над костром. Иначе при минус 20 они просто сломаются. И только после этого хвойные везут на базары. Делать узел крепкий, чтобы по дороге не развязалась ёлка. Если развяжется, поломается. Канадский инженер Брок Миллер на родине за две недели до Рождества всегда сам ходил в лес и рубил сосну. Свой первый Новый год в Москве собирается встретить, что называется, а-ля Рус. Русскую ель вместе с женой и дочкой украсит тряпичными игрушками и кжелевыми фигурками. Мы украсим ёлку, а потом соберём всех друзей и устроим грандиозное застолье. Главное спрятать под ёлкой подарки, чтобы сразу же после боя курантов их открыть. Ёлка как главный источник новогоднего настроения. Идеальная та, что нравится. Искать такую можно вплоть до наступления Нового года. Ёлочные базары будут работать даже 31 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова